Они обладатели Кубка Европейских Чемпионов, 34-кратные чемпионы СССР и России, 11-кратные победители чемпионата Восточно-Европейской Лиги и гордость каждого видновчанина. Легендарная мотобольная команда «Металлург» отметила свое 50-летие во Дворце культуры «Видное». Вся история команды – это история фактически побед. Нет, вы не сходили с пьедестала, и ветеранам, тем, кто ковал эту славу, тем, кто закладывал традиции, чьи фотографии, кадры в видеотеке мы сейчас видели, огромное-огромнейшее спасибо. Я хочу пожелать, конечно, спортсменам однозначно в будущем побед, новых спортивных достижений, боевого спортивного азарта нашим уважаемым ветеранам, конечно, еще долгие-долгие годы нести вот это знамя победы и чемпионства. Все началось в далеком 1972 году с инициативой преподавателей и студентов Государственного института физкультуры. Молодую мотобольную команду тогда поддержало руководство Московского коксогазового завода. Азарт и тяга победе принесла свои плоды довольно быстро, о них заговорили на самом высоком уровне. Ветераны мотобола рассказали о первых шагах металлурга в большом спорте. В 1972 они в чемпионате России участвовали, в 1973 мы студентами стали, приехали сюда. И в 1974 уже играли и вывели команду в высшую лигу. На сегодняшний день металлург, наверное, это самый титулованный клуб не только у нас в России, пожалуй, во всей Европе. Воспитанники, базы, самоотношение руководства, все на высшем уровне. Один из первых, кто в 1979 году завевал первое чемпионское золото на чемпионате Советского Союза. Вот фотография. Сергей Иванович, лидер, заслуженный мастер спорта, ушел из жизни. Владимир Трофимович Серебряков, крайний, ушел из жизни. Геннадий Иванович. Так что из этого состава стартового я остался пока один. В 90-е металлург взяли под крылом местные власти. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в ту пору руководивший Ленинским районом, также приехал поздравить спортсменов с юбилеем. Я высказал слово благодарности. Администрация сегодня, то, что они сохраняют и двигают дальше, это великое дело. Это жемчужина Подмосковья, России, жемчужина города, видный Ленинского района в большом смысле этого слова. Сейчас металлург – это три поколения спортсменов, юноши с 12 до 17 лет, юниоры – те, кому до 22, и основная команда. И все без исключения раз за разом на различных соревнованиях доказывают свой статус чемпионов. Юноши у нас десятикратные чемпионы России в своем возрасте, юниоры – шестикратные чемпионы в своем возрасте. Поэтому репсис поколения есть, и есть откуда черпать резервы. Так что надеюсь, что если нас также будет поддерживать администрация Ленинского городского округа, а мы в свою очередь не подведем. Слова поздравлений и благодарности на празднование юбилея сменялись музыкальными и танцевальными номерами, а также вручением подарков, наград и грамот за высокий профессионализм и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Московской области. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно этого. Субтитры создавал DimaTorzok